Привет-привет! Этим роликом поставим точку в вопросе, можно ли тянуть горбом и, в принципе, поднимать штангу с неидеально ровной спиной. Посмотрите ролик очень внимательно, послушайте, что я говорю, и больше никто не сможет вас запутать, запутрить вам мозг, и вы расставите точки над «и», а если занимаетесь пауэрлифтингом, то, возможно, даже добавите энное количество килограмм к своей максимальной тяге. Различные варианты становых тяг, румынские тяги используются далеко за пределами силовых видов спорта. Могут встречаться они где угодно. Легкой атлетики, в игровых видах, в борьбе, везде. И здесь очень важно понять, что само по себе упражнение – это лишь инструмент для достижения конкретной спортивной задачи. И эти задачи в разных видах спорта разные. У пауэрлифтера задача поднять максимальный вес по один раз. Это соревновательное упражнение. У пауэрлифтера задача поднять предмаксимальный вес большое количество раз и при этом продолжить работу, выполняя другие упражнения. То есть сделать максимально энергоэффективную тягу в многоповторке. В тяжелой атлетике задача третья. В качалочке классической используя чаще становую тягу, румынскую тягу, для того, чтобы просто нагрузить мышцы и построить красивое тело. А в той же борьбе для того, чтобы противника поднять от земли и воскнуть головой в пол. И в зависимости от вида спорта будет меняться техника и будет меняться дозирование нагрузки. То, что применимо в одном месте, не применимо в другом. Но есть одна общая черта, которая объединяет все варианты становых тяг и является беспрекословной истиной. Если движение выполняется травмоопасно, а становая тяга сама по себе довольно тяжелое и травмоопасное упражнение, так вот, если усугублять этот момент и делать упражнение неправильно, то неизбежно нужно получить рыжу и другие проблемы с поясницей. И это общая черта, это правильное положение корпуса, нижней его части при выполнении становой тяги. Это правило будет работать абсолютно для всех видов спорта. Поэтому сейчас поступим следующим образом. Рассмотрим три варианта выполнения становой тяги только лишь через призму ровности спины. Не будем говорить об углах, каких-то нюансах техники, правилах съема и так далее. Поговорим только лишь о том, насколько ровной или горбатой может быть спина в том или ином исполнении. Вы получите ответ на вопрос, почему так, а не иначе. А значит, разберетесь с этой темой и никогда больше не будете жертвами вредных советов. Итак, первый вариант исполнения с идеально ровной спиной. Он применяется в тяжелой атлетике и он же перекочевал в обычные тренажерные залы. Именно такому варианту пытаются научить тренеры, людей, которые просто пришли к ним заниматься для здоровья, строить красивое, подтянутое тело. В вариации становой тяги это будет выглядеть следующим образом. Занимающийся атлет берется за штангу, держит спину идеально ровно и как внизу, так и наверху. Сходит лопатки вниз-назад, тянется грудью вперед и выполняет становой тяги, либо румынской тяги, сохраняя это положение спины. Спины. Все здесь прекрасно, спинка ровная, мышцы работают, но есть нюанс. И нюанс этот заключается в том, что большая часть тренеров до сих пор не понимает, что ровную спину в нижней части мы здесь создаем не за счет того, что прогибаемся в пояснице и продолжает людей учить прогнуться в поясничке, а за счет того, что мы правильно включаем в работу все мышцы кора, мышцы спины, косые прямые мышцы живота, поперечную мышцу, все эти мышцы должны быть мощно вовлечены в работу и должен быть выполнен правильный вдох перед каждым повторением. Тем самым мы обеспечиваем мощную плотную конструкцию из мышц, которая обеспечивает стабильность поясничному отделу позвоночника. И теперь под нагрузкой ваши позвонки не будут съезжать сильно, сдавливаясь межпозвоночный диск, который находится между ними, выпячивать его наружу и образовывать тем самым те самые перемотали и образовывать те самые грыжи и протрузии, потому что теперь стабильность вашего позвоночника в нижней части будет обеспечена мощным мышечным корсетом. Это не будет задачкой несчастных связок, которые удерживают позвонки между собой и мелких мышц, которые проходят близко к позвоночнику. Вы подключите тяжелую артиллерию, все мышцы кора будут удерживать это положение. И если вы будете прогибаться в пояснице, вы наоборот выключите пресс из работы. Вам нужно не выгибаться в поясничке, а слегка напрячь мышцы. Плюс к этому я могу сразу же напрячь пресс и сделать правильный вдох. Как вы можете проверить вдох? Самое простое это поставить пальцы примерно под ребра, с одной стороны, с другой. Сделайте живот мягким, расслабьтесь, надобите на него. А теперь сделайте вдох так, чтобы вы пальцы как можно шире оставили в стороны. Жесткий пресс, пальцы в стороны, я при этом могу с вами говорить. Я не сделал вот такой вот вдох в легкие, когда я не могу говорить. Я вдохнул как бы вниз. Я продолжаю с вами говорить и при этом сохраняю жестким кор. Пока вы не научитесь это делать, двигаться дальше не нужно. Теперь поговорим, почему именно такая техника используется в тяжелой атлетике и в качалочке. Задача штангиста поднять штангу не только до пояса, но и направить ее вверх на грудь, либо поднять над головой. Поэтому держат спину в тяжелой атлетике следующим образом. Лопатки здесь сведены вниз и назад. Грудь подана вперед. Спина идеально ровная, широчайшие мышцы сокращены. То есть положение стартовое, что в рывке, что при подъеме штанги на грудь, будет выглядеть следующим образом. Грудь всегда подается вперед. Углы у каждого будут свои, но суть остается следующей. Широчайшие мышцы сокращены для того, чтобы после съема штанги для подъема на грудь, для рывка, непринципиально направить штангу строго вверх по самой короткой траектории и затем встретить на жесткий корпус, чтобы у вас штанга не складывала, как кроссфитеров. Поэтому спина здесь удерживается идеально ровной. Далее нужно передать усилие снизу вверх в толчке штанги для того, чтобы ее вытолкнуть над головой. Если здесь будет расслаблен корпус в нижней части, в верхней, то штанга просто физически не полетит по короткой траектории вверх. Она уйдет вперед. В лучшем случае в худшем просто вас сломает и отправит в больничку. Поэтому необходимость удерживать статично положение спины с очень тяжелыми весами крайне важна для штангистов. Давайте посмотрим ролики того, как поднимают в тяжелой атлетике штанги, и вы сразу все поймете. Обращаем внимание на то, как атлеты держат спину. Независимо от того, где находится штанга, внизу, над головой, атлет находится в глубоком приседе, спина всегда идеально ровная. Грудь тянется вперед, лопатки сведены. И самое главное, абсолютно все подъемы любых весов выполняются с одной и той же техникой. Кроссфитеры, это касается вас. Нет корреляции с тем, что вес штанги вырос и техника испортилась, спина стала кривой. Обращаем внимание, 145 килограмм в рывке, идеально ровная спина. Этот малыш поднимает 170 килограмм при весе около 70. Также обратите внимание, как он держит спину. Ладно, мужчины, давайте посмотрим на прекрасных, красивых девушек, которые поднимают над головой штангу весом 100 килограмм. И посмотрите, опять-таки, как они это делают. Спина всегда ровная, грудь тянется вперед. Как на подъеме на грудь, так и при выталкивании штанги с груди. Это крайне важно для тяжелой атлетики, по-другому здесь быть не может. На красивые подъемы штанги можно смотреть вечно. Давайте на этом остановимся и передадим привет Юре Спасову Котскому. Пожелаем скорейшего поздравления и покажем, как штангисты делают читинг при подъеме штанги на бицепс. С тяжелоатлетами, надеюсь, все понятно. Здесь ровная спина – это необходимость для эффективной и безопасной техники. Ну, почему же тогда такую же технику используют в классической качалочке? И здесь все просто. Во-первых, так повелось. Во-вторых, такая техника более эстетична и красива. В-третьих, такая техника учит контролю движения, контролю положения тела. И это полезно для выполнения других упражнений. В-четвертых, это больше загружает мышцы. Но здесь, опять-таки, есть нюанс. Если ваша цель, например, при выполнении румынской тяги загрузить хорошенечко заднюю поверхность бедра и ягодицы, то нужно ли вам пытаться со всей силы удерживать ровную спину от самого низа и до самого верха? Конечно же, нет. Вы можете использовать немножечко другую технику, которая ближе будет к технике работы в пауэрлифтинге. Давайте приступим к ней. Перед пауэрлифтером не стоит задача поднять штангу на грудь или над головой. Все, что нужно сделать, это просто выпрямить ноги вместе со штангой. И сделать это максимально эффективным способом для того, чтобы поднять как можно больше вес на один раз. И здесь та техника, которая применяется в тяжелой атлетике, будет максимально иррационально, и неэффективна. Очень частая ошибка тяжелоатлетов, которые перешли в пауэрлифтинг, я был тоже среди них, это желание перенести ту технику, которую вас обучили на тяжелой атлетике, в пауэрлифтинг. Сейчас не будем говорить даже об углах стартовых, с которых снимается штанга с пола. Поговорим только лишь о положении спины. Если мы пытаемся поднимать большой вес, тот, который мы можем максимум дотянуть до своего бедра, и при этом сохранить положение, которое удерживают штангисты, когда мы свели лопаточки вниз-назад, сократили широчайшие, потянулись грудью вперед, и пытаемся раскрыть плечи, и это движение, положение сохранить до конца движения, поднимаем штангу, она нас начнет вот сюда вот вниз тянуть, потому что верх спины не будет готов поднимать такие веса. Очень утрированно говорю, но здесь вы меня понимаете. Удержать вот этими мышцами такой вес будет просто невозможно. Вы сможете уже его зафиксировать в верхней точке, когда никакого напряжения в мышцах это практически не вызовет. Но тянуть здесь штангу и при этом пытаться мелкими мышцами удержать суперровную спину, нет никакой необходимости. Штанга вас сама начнет тянуть вниз. Вы тянете вверх, штанга вас тянет вниз. Движение становится неэффективным. Поэтому в пауэрлифтинге применяется следующая техника. Неважно, в тяге классика или сумо, спортсмен делает следующее. Корпус остается жестким. Низ спины всегда напряжен. Любой атлет, который не собирается закончить карьеру после одного подхода тяги, понимает, что пор остается жестким. Здесь мы не округлим спину. Но при этом вверх спины нет никакой необходимости удерживать как штангист. Здесь мы сразу опускаем плечи немножко вниз, также сокращаем широчайше, опускаем лопатки вниз-назад, но уже не подаем грудь вперед. Мы просто опустили плечи для того, чтобы, во-первых, сократить амплитуду максимально. Обратите внимание, я уже взялся за штангу. Если я буду сводить лопатки и тянуться грудью вперед, то мне нужно большее расстояние преодолеть для того, чтобы штангу поднять. Поэтому опускаются плечи, пор остается жестким. И что в классике? Что в тяге? Сумо атлеты работают именно в таком положении. Особенно в тяге сумо нет никакой вообще рациональной необходимости даже в тренировках тянуть вот такой вот спиной. Опустили плечи вниз, напрягли кор, сделали правильный вдох, взялись за штангу по короткой траектории, подняли, выпрямились. Повторение засчитано. Очень важно, еще раз обращаю ваше внимание, кор остается жестким, круглым, может быть только вверх спины. И очень часто со стороны неопытным взглядом это интерпретируется как горбатая тяга. Хотя на самом деле это не так. Давайте также посмотрим ролики с подъемами штанги в пауэрлифтинге. И своими глазами вы увидите, как это работает у профи. На примере тяжелых безэкипировочных тяг посмотрим, как это выглядит в реальных условиях. Обращаю ваше внимание на то, что плечи у атлетов опущены вниз. Здесь не нужно разворачивать лопатки на старте при съеме штанги. На этом видео очень хорошо видно, как опущены плечи, как спина немножечко в верхней части стругляется при съеме. Но потом атлет выравнивается только лишь уже от бедра. Но при этом кор всегда остается жестким. Вы видите подборку у атлетов. Мужчин, женщин, никто из них не тянет крючком. Никто не расслабляет поясницу. Это очень важно понять. Это, пожалуй, самая кривая тяга, которую я нашел. Но при этом также кор остался жестким. И только вверх спины у атлета поехал то, о чем я вам говорил. Девочка тянет 272,5 килограмма или без половины, я думаю, не принципиально. Обращаем внимание на положение кора и положение плеч. Только в верхней точке она их разворачивает. Здесь демонстрация наглядная разницы в тяжелой атлетике и пауэрлифтинге. Думаю, после просмотра этого кусочка все станет в свои места. Теперь очень коротко про кроссфит. И доберемся до вишенки на нашем сегодняшнем торте. В кроссфите задача перед атлетом стоит следующего характера. Сделать становую тягу много раз за короткое время, да при этом сочетать ее еще и с другими упражнениями. Поэтому здесь нужно найти ту технику, которая будет максимально энергоэффективной. И так как мы в этом ролике рассматриваем тягу только через призму положения спины, то в кроссфите имеет смысл применять ту технику, которая применяется именно в пауэрлифтинге. Здесь не нужно на становых тягах, особенно в комплексах, пытаться свести лопатки со всей силы назад, тянуться грудью вперед и выполнять вот такие вот длинные-длинные тяги, включая много-много мелких мышц в работу. Здесь атлет также опускает плечи вниз, не тянется грудью вперед, сокращает амплитуду и, сохраняя жестким кор, жестким, внимание, пожалуйста, на это, сохраняя жестким кор, выполняет тяги. Все остальные нюансы будут заключаться именно в стартовых углах, которые будут меняться в зависимости от веса штанги и в работе в отбив. Где-то недопустимо, где-то недопустимо. То есть можно выполнять тягу сразу с легкого касания пола, а можно так не делать. В общем-то, с кроссфитом, я думаю, все понятно. Если занимаетесь, то смотрите, как тянут пауэрлифтеры и перенимайте опыт у них. И теперь обещанная вишенка на торте тяги дегенерата. Очень часто, к сожалению, случается так, что у людей смешиваются в голове абсолютно все понятия. Кони, люди, возможно, чей-то авторитет на них действует слишком губительно и они считают, что тяга с кривой спиной – это норма, потому что так кто-то сказал и так кто-то делает. И в этом случае они выполняют становую тягу, господи, прости, вот таким вот образом. То есть они не просто скругляют вверх спины, но и расслабляют мышцы кора. В этом случае кор не работает. В этом случае поясница кривая, горбатая, и вся нагрузка, которая присутствует при подъеме штанги, ложится на наши несчастные позвонки и связочки, которые со всех сил пытаются удержать их от того, чтобы они выдавили межпозвоночный диск наружу. Если вы не держите мышцы кора жесткими, если вы горбатитесь внизу, полностью расслабляете спину, то вы, конечно же, сможете поднять, возможно, даже больше вес один раз когда-нибудь. Но это не факт. Но вы подвергаете себя настолько возросшему риску получить травму не просто на какие-то проценты, а на десятки и, возможно, даже до ста процентов в перспективе нескольких тренировочных циклов. И вы сами себе роете яму. Пожалуйста, поймите, что при любой технике становой тяги, в любом виде спорта мышцы кора должны быть жесткими. Низ спины должен быть жестким. Именно эта жесткость защищает ваш позвоночник. И если вы посмотрели, что кто-то из атлетов где-то там тянул рекорд мира и сделал это такой горбатой спиной, то, во-первых, сначала внимательно пересмотрите ролик и обратите внимание, вполне вероятно, что у этого атлета как раз-таки кор был максимально собран и только лишь верхняя часть спины была круглой, пока он поднимал штангу. И это две принципиальные разницы, которые почему-то упорно не хотят замечать даже тренеры. Как бы вы не тянули, для чего бы вы не делали становую тягу, кор остается жестким. Никогда мы не тянем с круглой поясницей, с расслабленной круглой поясницей. Эти мышцы призваны защитить ваш позвоночник. Если вы самостоятельно их выключаете и берете сверху еще и отягощение, говорить о рациональности ваших действий в целом, думаю, не стоит. Надеюсь, ролик расставил точки над «и», и вы не поленитесь написать об этом в комментариях и поделиться этим видео с другими людьми. Ну а если вы хотите заниматься безопасно, эффективно и под контролем тренера, сайт kольцов.team, выбирайте программу либо присоединяйтесь к проекту «Трансформатор», отправляйте видео выполнения упражнений в чат, получайте все необходимые корректировки, консультации и тренируйтесь эффективно, безопасно, с любой точки мира и с огромной экономией. Всем пока!